Пенсионеры во время пандемии Пандемии коронавирусу строже всех соблюдают меры самоизоляции, ведь для них болезнь наиболее опасна. Однако нужда оставаться дома не значит сидеть без дела, доказывают это волонтеры старшего поколения. Сегодня в крае активистов за 55 больше тысячи человек. Они работают в центрах соцобслуживания во всех городах и районах региона, а в условиях пандемии трудятся онлайн. В прошлом году их помощь получили более 7,5 тысяч пенсионеров. К сожалению, в настоящее время наши добровольцы вынуждены соблюдать режим самоизоляции и потому не могут осуществлять свои проекты в полном масштабе. Однако это не мешает им в телефонном режиме, в онлайн, в сети интернет делиться своим временем и теплом с одинокими пожилыми людьми и инвалидами. Дорогу к селу Толстого-Васюковскому отремонтировали в Буденновском районе. На участке трассы обновили 3,5 километра полотна. Рабочие сняли старый асфальт и уложили два слоя покрытия. Обочины укрепили песчаногравийной смесью. Реконструкция прошла в рамках госпрограммы развития транспортной системы. На обновление выделили 22 миллиона рублей из краевого бюджета. В Андроповском районе родились оленята. Два десятка малышей появились на свет на первой в регионе оленьей ферме. Сотни европейских благородных животных завезли на Ставрополье из Каренинградской области. Там им создали все необходимые условия. Владельцы хозяйства планируют увеличить поголовье до нескольких тысяч копытных. Также олени включили в список сельхозживотных. Это позволит хозяйствам воспользоваться господдержкой, которая положена животноводам. В Нефтекумском округе завершили реконструкцию спортшколы. Там заменили напольное покрытие, отремонтировали раздевалки, душевые комнаты, систему отопления. Установили новую пожарную сигнализацию. Последним штрихом стало нанесение разметки в спортзале. Открытие планируют уже в сентябре.